Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Курортному сбору быть депутаты Госдумы в третьем чтении приняли сегодня соответствующий законопроект. Центральная набережная Лао открылась после реконструкции. На благоустройство потратили 55 миллионов рублей. На Голубых Далях откроется детский центр дополнительного образования. Бесплатного. О своей работе сегодня отчитались адлерские депутаты. Здесь проще запутаться, чем проехать по правилам. Несоответствие знаковой разметки выявил совместный рейд общественников и транспортников. Чего удалось достичь за год и над чем придется еще работать. Губернатор Кубани накануне побывал с рабочей поездкой в Староминском районе. Вениамин Кондратьев осмотрел объекты социальной сферы и побывал на градообразующих предприятиях района. Продолжат наши краснотарские коллеги. К первому сентября двери этой школы откроются для 400 учеников, кроме удобных классов и спортивного зала с современным покрытием. Здесь проектировали собственный класс хореографии и открытый стадион. Школа в Староминской одна из первых в регионе, которая построена по типовому проекту. Именно такие образовательные учреждения будут появляться по всей Кубани. Здание показывает губернатору края. Строительство школы начали в прошлом году. Сегодня осталось установить оборудование. Не должно быть разницы между городской школой и сельской. И вот здесь этой разницы явно не будет. Потому что мы прошли по типовой школе, современной школе, которая комфортная, которая позволит явно дать качественное образование нашим детям. На селе, еще раз подчеркиваю, на селе. И типовые проекты уже пошагали по Кубани и доказали, что они имеют право на повсеместную их реализацию. Но у тех, кто получил качественное образование, должен быть стимул остаться на селе. У современных сельхозпредприятий на Кубани сейчас огромный запрос на высококвалифицированных специалистов. От агрономов до водителей комбайнов. Тем более, что агропромышленный комплекс – одна из самых динамично развивающихся отраслей в регионе. Сейчас в самом разгаре уборка пшеницы. Вениамин Кондратьев осматривает поля и интересуется у фермеров. Скажется ли на урожае задержка жатвы из-за дождей? По словам аграриев, урожайность в этом году выше средней. Теперь нужно выгодно продать зерно. Цена может быть еще выше, чем сегодня прилагает рынок. Потому что у наших коллег и где-то партнеров не очень хорошая урожайность. Поэтому я думаю, что однозначно кубанская пшеница поднимется в цене. Вот тот урожай, который в поле еще не урожает. Он будет тогда высоким рекордным урожаем, когда он будет у нас в закромах, в наших элеваторах. Ну а самое главное и в карманах, конечно, наши сегодня сельхозтоваропроизводители. Ну а в целом, как сегодняшний год по урожайности. Конкретно по нашему хозяйству, я думаю, что урожайность будет лучше. Вы же прошлогодние. Вениамин Кондратьев побывал сегодня и на перерабатывающих предприятий района. Маслозавод Староминскую получает до 100 тонн растительного масла в сутки. При этом здесь бесплатно предлагают ангары для хранения семечки. Качество, допустим, семечки нашей кубанской и качество, которое мы сегодня... Очень отличается. Очень хорошее качество. Конечно, здесь масличка 44-46. У нас в этом году было 50-52. Серьезно, не любую, в случае, допустим, кипятер вашей работы. Конечно, на весь год загрузить работы предприятия нашим, кубанским, кубанская семечка, это сложно, потому что мы нарушим севооборот. Но, тем не менее, нужно продумывать так, чтобы все-таки круглогодично предприятия наши были, конечно, загружены нашим подсолнечником. За год в районе произошли существенные изменения. Удалось отремонтировать дом культуры, построить офис врача общей практики и современную школу. Уже на встрече с активом отмечает Вениамин Кондратьев. Синтелса уровень безработицы, а по сбору урожая зерновых – муниципалитет в числе лидеров своей территории. Но еще есть над чем работать, продолжает глава региона. Благополучие района напрямую зависит от развития экономики. А для этого нужно открывать новые предприятия и создавать рабочие места. Одним словом, научиться зарабатывать самостоятельно, а не ждать постоянной помощи. Вам здесь важно не успокаиваться на достигнутом, а максимально набирать темпы. Максимально. От этого, конечно, напрямую зависит качество жизни людей. Я сторонник того, что вы делаете. Понятно, сложно, понятно, непросто, понятно. Но, поймите одно, что кроме нас все равно никто ничего не сделает. А если вы сегодня там, где вы живете, где проблемы, пытаетесь как бы только проблему обозначить, без выхода с этой проблемы, то сверху этот путь никто не увидит. Создайте тот механизм, если нужно, добейтесь, чтобы вокруг вас что-то менялось. Основой экономики Староминского района является сельское хозяйство. На него и нужно делать ставку, отмечает губернатор. Привлекать инвесторов и развивать внутренний рынок. Пока по социально-экономическим показателям Староминский занимает 30-ю строчку в рейтинге районов. А конкуренция среди муниципалитетов растет каждый год. Елена Касабова, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Москаленко. Кубань-24, Староминский район. К курортному сбору быть депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли сегодня соответствующий законопроект. Перед голосованием в поддержку нового закона выступил губернатор Краснодарского края. По словам Веднямина Кондратьева, курортный сбор станет дополнительным источником дохода, которым муниципалитеты смогут направлять на благоустройство, уборку пляжей, озеленение и, самое главное, на обновление инфраструктурных сетей. Сегодня, безусловно, мы отвлекаем, расходуем деньги из курортных городов, бюджетов, из краевого бюджета на курортную инфраструктуру, в том числе и на набережные, и на пляжи, и все, что окружает того туриста, который приехал. Но поймите, что мы эти деньги забираем от общегородской инфраструктуры, а ведь в курортных городах тоже будут люди. Мы их забираем и не возвращаем, потому что возвращать нечего. Ведь никаких серьезных капитальных вложений ни в Анапу, ни в Геленджик, ни в Туапсе, я уже не говорю про Ейский, Тембрюк, последние 30 лет не было. Не надо бояться принять этот закон. Во-первых, мы не враги сами себе, я имею в виду власти и краевые, и муниципальные. Если мы почувствуем, что поток туристов проседает, мы просто этот сбор обнулим. При наличии этого закона смело можем смотреть в завтрашний день курорты Краснодарского края и смело идти к развитию курортной сферы с завтрашнего дня. В противном случае мы можем оказаться во дне вчерашнего. Курортный сбор в качестве эксперимента начнет действовать с мая 2018 года в четырех регионах России – Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и в Республике Крым. В первый год действия закона максимальная сумма сбора не превысит 50 рублей в сутки. От уплаты освобождаются жители курортного региона, несовершеннолетние, малоимущие, а также ряд социальных льготников. Территории, где вводится новый закон, смогут самостоятельно устанавливать размер сбора и даже обнулить его. Сочинские пляжи поборются за голубой флаг. Эту международную награду присваивают самым красивым и чистым прибрежным территориям. В России за несколько десятилетий мировое признание получил только Калининградский пляж. А теперь на голубой флаг претендует и Сочи. На курорте эксперты уже несколько дней тестируют прибрежную территорию. Для туристов это означает, что они увидят эти пляжные участки в международном реестре. Будут знать, что здесь все в норме с экологией, с безопасностью и соблюдаются все требования благоустройства по международным стандартам, отметил вице-губернатор Сергей Усенко. Этим летом курорты Краснодарского края уже посетили 6,5 миллионов туристов. Но это не предел. Санатории, гостиницы и кемпинги региона готовы принять еще 10 миллионов отдыхающих, сообщает Кубань-24. Центральная набережная Лао открылась после реконструкции в декабре прошлого года. Ее разрушил шторм. Стихия размыла более 600 метров береговой полосы. По словам местных жителей, возводили набережную в 90-х годах без всякой документации. Какие строительные материалы были, тем и укрепляли. Разрушения были столь значительные, что пришлось вводить режим локального ЧАЭС. Теперь же здесь зона комфортного отдыха. Вечерний променад теперь у курортников Лао традиция, ведь есть где погулять по набережной. Красивые фонари, удобные скамейки с видом на горизонт, даже привет из советского детства, питьевой фонтанчик. Сейчас пляж по праву считается одним из лучших в Лазаревском районе. Здесь ежедневно отдыхают не менее 10 тысяч человек. После реконструкции мощеная набережная стала шире на 5 метров. Магазинчики и кафе приведены к единому архитектурному облику. Раньше их хозяева не сильно заботились о благоустройстве своих объектов, так как каждый шторм оставлял на павильонах следы. Сейчас же волноотбойник надежно защищает набережную, но работы здесь еще не окончены. Первый этап это непосредственно обустройство набережной, строительство волноотбойной стены, прокладывание коммуникаций, брусчатка, валясины и благоустройство галечной части. В следующем году, это уже следующий этап, это непосредственно отсыпка пляжной территории для того, чтобы довести ее ширину до 50 метров. Активно к процессу восстановления набережной подключились и арендаторы пляжей, и владельцы торговых точек. Решили, если работать, то в достойных условиях. Основные средства, это порядка 35 миллионов, на проектирование и строительство волноотбойной стены, по поручению главы Сочи были выделены из городского бюджета. Остальные работы по благоустройству, коммуникации, брусчатка, балясины были выполнены за счет местных предпринимателей. Ради общего дела они вложили в общей сложности 20 миллионов рублей. Мы выросли на этом пляже. Не хотим, чтобы у нас пляж отличался от других пляжей города, чтобы людям нравилось приезжать к нам. Именно поэтому глава Сочи не раз призывала отдавать предпочтение именно местным предпринимателям. Они в первую очередь заинтересованы в развитии своего бизнеса. Тем более, что им здесь жить и работать, их труд оценят соседи и родственники. А вот туристы оценку новому пляжу уже поставили. Более того, его они готовы рекомендовать друзьям. Сначала я сюда приехала в гости, а потом уже мне место очень понравилось. Осталось приезжать отдыхать. Приезжаю не только я сюда со своими близкими, родными. Причем по моей рекомендации, потому что место очень хорошее именно для семейных людей. Приезжают, отдыхают, оно спокойно. А море шикарное. Отношения, сервис очень хорошее. Мы пользуемся лежаками под навесом с ребенком. Нам очень нравится. Мы в разных местах были. Здесь хорошо. Люди хорошие, цены нормальные, море теплое. В целом, за три летних месяца в Сочи планируют принять 4 миллиона гостей. При таком наплыве туристов важен каждый пляж. Глава курорта в начале сезона отметил, везде должен быть проведен полный комплекс работ. Установлено качественное оборудование. А если территория взята в аренду у муниципалитета, то на галечную полосу обязаны обеспечить свободный проход. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи увеличилась средняя расчетная рыночная стоимость жилья. Установленные нормы будут действовать на курорте до 1 октября, сообщает портал Югору. Самым дорогим остается жилье в центральном районе Сочи. Здесь стоимость одного квадратного метра общей площади составляет 72 792 рубля. На начало года она была ниже почти на 2,5 тысячи. На втором месте Адлерский район, где цена квадратного метра 71 874 рубля. В Хостинском районе цена одного квадратного метра общей площади 64 676 рублей. Стоимость жилья в Лазаревском районе составила 64 654 рубля за один квадратный метр. При этом именно в этом районе замечен более высокий рост цены. Средняя стоимость будет использоваться для расчета размера социальной выплаты в рамках муниципальной программы по обеспечению сочинцев доступным жильем. В четверг 20 июля в Сочи без воды останутся несколько районов Сочи. Причина – плановый ремонт водовода на улице Чекменева. Таким образом, с 9 утра до 8 вечера без холодного водоснабжения останутся потребители на улицах Чекменева, Измайловская, Береговая, Саятнова, а также в переулках Мостовой и Надежды. В тоннеле накануне столкнулись два автомобиля. Авария произошла на 11-м километре объездной дороги. По предварительным данным, 60-летний водитель грузовика «Мерседес» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108 под управлением 27-летнего сочинца. В результате ДТП водители обеих машин получили ранения. Предварительная причина аварии – превышение скорости. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Победителями открытых региональных соревнований Южного спасотряда МЧС стали сочинцы. На протяжении недели команды из Краснодара, Адыгей, Волгограда, Ейска, Туапсе, Крымской и Сочи соревновались за право стать лучшими. Участники спортивных состязаний ликвидировали последствия условного ДТП, эвакуировали людей из зданий, демонстрировали навыки поисково-спасательных работ в природной среде, взбирались по вертикали на скальные участки, сплавлялись по горной реке, работали под водой с водолазным снаряжением. В итоге победителем региональных соревнований по многоборью спасателей стала команда Южного поисково-спасательного отряда МЧС из Сочи. Второе место взяли спасатели-краснодарцы, замкнули тройку призеров-спасатели из Адыгеи. В Адлерском районе Сочи решаются социально-экономические проблемы. Сегодня во время совещания территориальной депутатской группы был поднят вопрос о газификации сел Кудепстинского округа. Народные избранники также заботятся и о реализации детского досуга. Продолжит Татьяна Говоркова. Вопрос газификации горных сел стал активно решаться во время подготовки к Олимпиаде. Тем не менее, еще и не во всех отдаленных поселениях жители могут пользоваться голубым топливом. Сейчас депутатская группа совместно с мэрией разрабатывает вопрос о выделении субсидий из краевого бюджета на решение проблемы в четырех селах Кудепстинского сельского округа. Сейчас сделается проект, дальше пройдет экспертизу. И я думаю, на следующий год уже у нас два села в Кудепстинском сельском округе начнутся газифицировать. Помимо вопросов социально-экономического развития Адлерского района, депутаты коллегиально предпринимают меры по поддержке дополнительного образования детей и их здоровья. Так, например, к 1 июня в микрорайоне Голубые Дали открылось новое педиатрическое поликлиническое отделение, для которого город выделил помещение. Также в этом районе на месте бывшего паспортного стола откроется детский центр дополнительного образования. Благодаря тому, что нам были выделены средства ЗСК, в 2016 году мы сделали кровлю, а уже в этом году наше городское собрание нам выделили также средства в размере 1,720,000. Мы сделали уже внутренний текущий ремонт и планируем с 1 сентября запустить образовательный процесс. Получить дополнительное образование смогут порядка 500 детей в возрасте от 5 до 18 лет, причем все кружки художественной и социально-педагогической направленности, а также подготовка к школе бесплатные для населения. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В избиркомах края закипела работа. Кандидаты в депутаты ЗСК 6-го созыва начали предоставлять документы. Среди них как самовыдвиженцы, так и избирательные объединения. 8 из них уже выдвинули своих кандидатов. Это КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко, Коммунисты России, Партия Великое Отечество, Партия Рост, Объединенная Партия Людей, Ограниченной Трудоспособности России. Такая картина, отмечают специалисты, позволяет говорить о том, что выборы будут конкурентными. В Сочинскую избирательную комиссию на сегодняшний день документы на регистрацию подали 5 кандидатов. Трое от избирательного объединения коммунисты России, один кандидат от партии КПРФ и один самовыдвиженец. В поддержку своего выдвижения и в качестве основания для регистрации кандидаты в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края должны предоставить подписи избирателей. Для политических партий необходимо собрать более 20 тысяч подписей, для кандидатов-одномандатников в Сочинском округе – 3474. В окружной избирательной комиссии создана рабочая группа по проверке подписных листов. Каждая подпись будет проверена на действительность. Это означает, что проверке подлежат фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, которые проставлены в подписных листах, адреса. В состав рабочей группы вошли как специалисты избирательной комиссии, так и специалисты различных органов государственной власти. Первоначально проверка проводится при помощи государственной автоматизированной системы «Газвыборы». Затем, в случае необходимости, обращаемся в органы регистрационного учета, для того, чтобы окончательно завершить проверку подписи избирателей. На территории Сочи образовано три одномандатных избирательных округа – морской, сочинский и курортный. Прием документов от кандидатов там завершается в 18 часов 26 июля. К слову, в этом году выборы проводятся по обновленному избирательному законодательству. Количество избираемых депутатов сокращено со 100 до 70. Сами же выборы депутатов ЗСК Краснодарского края пройдут в единый день голосования – 10 сентября. На прошлой неделе в Сочи прошло общегородское совещание с сотрудниками ГИБДД, представителями транспортных служб и общественности. Главная задача – навести порядок на уличной дорожной сети курорта, устранить лишние знаки, установить нужные и, главное, добиться полного соответствия знаковой разметки, чтобы избежать дорожных коллапсов. На каких дорогах автовладельцам проще запутаться, чем проехать по правилам, расскажет Елена Овсецина. «Золотой квадрат» – так назвали общественники – самые проблемные места уличной дорожной сети в центре Сочи. С этих улиц и предложили начать дорожную революцию. В зоне особого внимания – улица Островского, Советская, Горького, Воровского, Росконституции. А пересечения улиц Новогинской и Карла Липныхта – наглядный пример того, что порой наличие дорожных знаков хуже, чем их отсутствие. Здесь на каждом столбе стоит знак «Остановка запрещена». Плюс еще и дополнительный знак эвакуации. Ну, создается впечатление, что когда-то это делалось, именно лоббировались эвакуационные службы, и делалось для того, чтобы в любой точке города Сочи можно было эвакуировать автотранспорт. Хотя, лично мое мнение, что в большинстве пунктов здесь, где стоят машины, можно было бы часть разрешить, но на выезде с улицы Карла Липныхта обязательно сделать остановку запрещенную. Остальной транспорт не настолько уж и мешает. Проблема лишних дорожных знаков не единственная в городе, говорят общественники и автолюбители. Иные знаки на некоторых улицах города так вообще противоречат разметке. К примеру, на улице Горького, недалеко от вокзала, установлен знак, запрещающий поворот налево. Разметка же, напротив, говорит совершенно о другом. Кто-то, когда неизвестно, нарисовал на проезжей части стрелочку, которая разрешает поворот налево. Из-за этого здесь создаются аварийные ситуации. Чтобы знак и разметка друг друга не взаимоисключали, стрелку эту решили закрасить. И подобные преобразования и изменения будут происходить во всем городе, так решили на совещании комиссии по безопасности дорожного движения. В планах в ближайшее время полностью преобразовать единую схему дислокации знаков и разметки. Кстати, принять в этом участие сможет любой житель Сочи. Высказать свои пожелания и претензии по поводу дорожного движения на курорте можно на форуме Федерации автовладельцев России. В связи с этим сотрудники администрации Департамента транспорта и ГИБДД проводят специальные рейды по центральным улицам Сочи. Главная задача – наглядно изучить проблему с неправильными парковками на конкретных участках. Первой в списке оказалась улица Островского. Чтобы решить проблему с парковками, в центре города необходимо предметно изучить ситуацию на конкретных участках. В данном случае это улица Островского. Плотность машин в любое время здесь столь велика, что водители зачастую паркуют свои авто вторым рядом, а это существенно затрудняет движение. Особый случай – крупногабаритный транспорт. В таких условиях, например, мусоровоз просто оказался заблокирован, а за ним моментально скопилась пробка. Сотрудники рабочей группы детально обсуждают каждый дорожный метр. Также здесь важный порядок – навести и учесть интересы автовладельцев. Для этого вместе с комиссией работают представители общественности, которым ежедневно приходится пользоваться данным маршрутом. Необходимость около магазина магнитных парковки – это обязательно. Люди приходят, уходят. И здесь должна быть не стоянка, а именно остановка. Может быть, даже знаком это и сделать. Остальные места, которые выступают на проезжую часть, скорее всего, желтая полоса или знак, они не остановят этих людей. И все-таки придется городу как-то поднапрягся и сделать барьер. То есть вот это вот такое мнение общественности. По результатам проведенных рейдов будет составлен новый подробный план, который определит зоны парковок и расстановку знаков. Согласно ему, члены рабочей группы должны обследовать подобным образом все проблемные участки центральных улиц города. На курорте стартует ежегодный музыкальный фестиваль «Крещенда». За годы своего существования он завоевал широкое признание по всему миру и стал гордостью российской музыкальной культуры. Чем должен запомниться фестиваль этого года зрителям, на специальной пресс-конференции рассказал его бессменный вдохновитель народный артист России Денис Мацуев. Вот уже шестой год подряд на сцену Зимнего театра выходят лучшие музыканты мирового уровня. Программа фестиваля в этом году необычна. Она традиционно представлена именами признанных мэтров, а также насыщена выступлениями совсем еще юных музыкантов. Когда играешь с молодым оркестром на сцене, у тебя идет невероятный драйв, невероятная энергетика и замечательное мастерство по годам зрелое. Я все считаю, что такие примеры должны быть заразительны, наравне с нашими великими симфоническими знаменитыми оркестрами, должны рождаться вот такие абсолютно бриллианты на симфоническом непоспорье. Цель Крещенда – представить широкой аудитории новое поколение отечественных музыкантов, продемонстрировать жизненную силу российской исполнительской школы. Что касается места проведения фестиваля, то для Сочи он стал одной из визитных карточек. В нашем городе Сочи, некогда провинциальном курортном городке за последние действительно 10 лет происходят колоссальные изменения, и в том числе благодаря фестивалю Крещенда, потому что мы просто видим зарождение, нарождение и развитие новых тенденций, культурных тенденций. Фестиваль Крещенда продлится ровно три дня – с 19 по 21 июля. Уже по традиции зрители ждут виртуозные симфонические и джазовые программы. В Сочи открылась международная выставка «Интерювелир-2017». Она проходит в Гранд-Ателе «Жемчужина» с 19 по 23 июля при поддержке Гильдии ювелиров России, Краевой торгово-промышленной палаты и Пробирной палаты России. На этот раз приехало более 150 представителей производственных и золото-алмазодобывающих компаний со всех регионов страны. Свои изделия представили Урал, Якутия, Крайний Север, Калининградская область, Центральный регион, Северный Кавказ. Всего пять дней море золота, бриллиантов, драгоценных камней, эксклюзивной бижутерии и всего того, что нас радует, особенно женщин, но также мужчин, ждет вас в Гранд-Ателе «Жемчужина» с 19 по 23 июля. В течение пяти дней сочинцы и гости курорта могут познакомиться с новинками ювелирной моды. А она не стоит на месте, как всегда, удивляет многогранность ювелирного искусства. Представлены все направления и стили – от традиционной классики до ультрамодных. Камни в золоте, серебре, есть очень дорогие эксклюзивные изделия, есть изделия на каждый день. Богатая разнообразна сувенирная продукция, украшенная стразами Сваровски. Причем все работы авторские. И здесь дизайнеры обращаются к миру природы. Ценители всего эксклюзивного могут найти на выставке интер-ювелиры, яркие, необычные подарки. Сочетание желтого, белого золота, ассортимент, дизайн, конечно. Ну, радует выставка. Радует. В городе такого ассортимента нет. Всегда в цене кубачинская серебряная посуда. Разнообразный ряд часов, как мужских, так и женских. Площадь экспозиции – 3000 квадратных метров. В рамках деловой программы – мастер-класс имиджмейкера и профессиональная помощь в подборе украшений. Кстати, каждый день на выставке проходит розыгрыш призов среди посетителей. Это ювелирные украшения и билеты на самые яркие шоу города. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в завершении информации от партнеров программы. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники Валиденталь. Практическая имплантация и протезирование за один день во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.